Такую картину возле главной поликлиники курорта можно наблюдать каждый день. По обе стороны дороги и на соседних улицах припаркованы десятки автомобилей, часто в нарушение правил. Но водители говорят, деваться некуда. Не каждый больной может преодолеть пешком длинное расстояние. Вот и ищут места поближе. И это при том, что буквально в 100 метрах располагается просторная автостоянка. Правда, согласно надписи на табло, она не работает. Мест нет, даже когда фактически они есть. Шлагбаум-охранник поднимают только для своих. Посетителям поликлиники въезд запрещен. Даже за деньги. Я сам инвалид в группы. Подъехал на такси, не могу нигде встать. Нет подъезда, нет парковки. На казачьем рынке есть места, есть свободная парковка. Но они туда не пускают. То, что на казачьем рынке стоянка пустует, я считаю, что туда должны запускать. Но не за деньги. Поскольку здесь находится поликлиника, подъезжают машины, привозят больных. Я, в частности, жену постоянно привожу сюда. Она инвалид. И мне нужно где-то стоять. На казачьем рынке не пускают, потому что, вы видите, там написана какая-то служебная автопарковка. Здесь постоянно не хватает места. И люди выносили, когда подъезжают тоже инвалиды. Знаки инвалидов есть, но они постоянно заняты людьми неинвалидами. У меня проблема, когда подъедешь к поликлинике, негде подвезти жену инвалида, негде остановиться. И приходится ее здесь высаживать, самому где-то стоять на соседней улице. Во время съемки охранник неработающей стоянки проявляет к нам интерес. Но на вопрос, почему парковкой не могут воспользоваться простые анапчане, ответить не может. Причину-то можете назвать, почему не пускаете? Вопросы не могут. А к кому? Принцип работы этого паркинга непонятен. Люди готовы платить, но, видимо, владелец считает, что лучше места будут простаивать, чем пустить сюда простой люд. А ведь здесь могли бы парковаться не только клиенты поликлиники, но и многочисленные посетители казачьего рынка. Они также вынуждены искать парковку на соседних улицах. Вот и выходит, парковка на крепостной – странный предмет. Она вроде есть, но ее как бы нет. Руслан Душевский, Анапа. Регион.